Всем привет! С наступающим Днем Победы! Сегодня у меня в деревне тут вот такая вот праздничная подготовка идет. Будет устроена для жителей, ну для ребятишек, для детишек. Такое некое не шоу, наверное, да, а дань памяти нашим дедам, прадедам, которые, к сожалению, сложили жизни за нас. И тем, кто вернулся с Победой, принес это в мае. Сегодня май 2018 года. Ну давайте покажу, что нам тут приготовили ребята из гарнизона. Это компания реконструкторов. Сейчас вам потихонечку все попоказываю. Смотрите. Ну, во-первых, они притащили прям зенитку. Прям она взрослая, действующая. Ну это зенитка из ХП. Она стреляет холостыми. Я не знаю, они будут с нее долбить или нет. Ну, это прям мощь. Ну, естественно, небольшой воинторг. Всякие палатки, фигадки. Сейчас тут раскладывается для детишек оружие, холощеные, макеты. Все будут показывать. Вот там доджик, я понимаю, да? Это, наверное, додж три четверти. Будет довольно здорово. Ребятишки, это что за автомобиль? Додж три четверти? Да. Крутяк. Это очень редко. Виллисов полна. Вот додж три четверти. Это тоже такая ленд-лизовская рабочая машина. Я помню, когда мелкий был, у нас на Сахалине был рудоремонтный завод. Ну, он и сейчас есть, уже на Сахалинске, прямо на улице Ленина стоит. Это, грубо говоря, была моя песочница. Я там проводил свои замечательные годы. Разграблял социалистическую собственность, как мог. Ну, тогда все этим занимались, что-то. Но вот у них в качестве хозяек машин были вот такие доджи три четверти. Откуда я, собственно, и знаю это дело. Вот такой вот ремкомплект у них тут. Какой-то шансовый инструмент. Ну, вообще супер. Даже резина, по-моему, да? Похожа на оригинальную. Очень похожая резина. Да, ребят, смотрите. Амаха Милитари. Может быть, более поздних годов, но очень похожа на ту. Поношенная такая. То есть, то же самое у нас с переключателем на автоматический огонь на двор, по дороге. Вот здесь у нас площадка, на которой показано все, все, что тут есть. Тут дышечка, ребята, притащили. Все это детишка можно трогать, совсем поиграться. Пулеметишка Максим. Вот тут профессионально подготовленные молодые люди будут объяснять все всем. И бумажку надо не наступать. Кто приедет на танки, не наезжать на эту штуку. Да, лучше на танки. Вот, МГ-42, такой пулеметчик. Ну, мы все потом, попозднее покажем вам, наверное. А может быть, нам разрешат даже какой-нибудь обзорчик снять по каждому экземпляру отдельно. Вот тут сейчас понапрашиваемся. Ну, смотрите. Если бы в моем детстве в Советском такое выпало, счастье, да, вот это вот все руками потрогать, меня бы, наверное, разворол в куски просто в лохмотье. Ну, рот бы от улыбки точно до ушей. Вот так вот. Можете завидовать прямо сейчас начинать. Я сам себе уже, честно говоря, завидую потихонечку. Ребенку своему. Вот еще вот это МГ-34, да? ДП-27. Ну и какая-то противотанковая, да. Симонова, да? Самозарядная получается. Ну, да, там пять. Нет, но она там вручную передергивается. Ну да, затвор какой, с КС такой. Здесь же 14,5 мм калибр. Там отдача такая, что его бы кому не давали, соответственно. Ну да, должен быть могучий воин. На немецких стоял амортизатор, там, в принципе, было проще, а у нас там только дольный тормоз и все. Да, с метром 60 сюда не подходи к этой штуке. Вот перелом включится сразу. А вы говорите, МР-155 у вас легается. Да, 12 калибром. Да уж. Он-то не легается. Скажите, а вот это что за пушечка такая? Ой, ну я не знаю, что это. Трехдюймовая, походу, да? Ну, вообще, по идее, это сделано, судя по всему, с 45 мм. Нет, это, наверное, 2 дюйма. Я не артиллерист, поэтому не скажу. Миномет 82 мм, а пушка, ну, судя по всему, 45 мм. Миллиметровая. На базе явно 45-очки, судя по стволу. Ну, я думаю, что она все-таки 57 мм, потому что это больше спичечного коробка. Спичный коробок чуть меньше, наверное, 57 мм. Я не артиллерист, поэтому лучше подождать, пока я артиллерист. Ну, я тоже. Миномет 82, это точно. Ну, вот берем миномет 82 мм. Как он там? Ротный, да? Не знаю, поправьте меня, товарищи военные. Ну, вот у нас здесь, видите, такая вот площадка образована. Тир будет какой-то. Тир не просто, а тир уже готов. И здесь сейчас набежит детворы, и будет с пневматических винтовок лупить. А я, наверное, знаете, что я сделаю? Я возьму, ну, классно, как организация. Я возьму свой АК-СХП, наберу всех патронов, что там штук 500 дома валяется, и приду, и буду всем детям давать пострелять. Там по 3, по 5, по 10, а кто сколько хочет, короче. Хоть по магазину. Все, мужики делают, правильное дело, и я сделаю. Вот. Вот где-то потрогать, да? Это же не будет храниться дома. А денег стоит, очень немеренно каких-то. Почему-то за это начали драть. Не знаю, ну, как будто он золото выпилен. Класс, крутяк. Просто крутяк. Ну, вот вовсю идет подготовка. Сейчас детворы тут набежит. Да, да, да. Ну, все для них, естественно. Чтобы не было самого опасного от этого разрыва поколений. Так точно. Слушайте, а вот такая вот глупый вопрос такой. А взять у вас в аренду форму, переодеться здесь по фотоцепту? В аренду зайти, ну, врать не буду. Купить. Врать не буду. Ну, палатка там что-то продается такое. Вот. А так вот девушка учит Александра в очках. Ты ее можешь спросить, она старшая. Девушка Александра в очках. Хорошо, сейчас мы к ней подойдем. Может, мам, что-то вам скажет, что такое конкретное, а я вам не буду ничего такого обещать, я не буду. Я понял. Сейчас к девушке подойдем. А так, в принципе, если не здесь, не до данной точки, продается магазин, не из гарнизона, а как раз, который все это организовал, потом есть магазин военспец, военректы, все это продается. Нет, ну, рынок насыщен тебе, вот, такой подъем по памяти к войне пошел, слава богу. Ну, и рынок отреагировал тут же. Спасибо. Пожалуйста. Ну, и вот, естественно, полевая кухня. Всем желающим предлагается гречневая каша с тушенкой, чай, хлеб. Ну, ребятки, рабочие уже набежали, все хотят покушать. Ну, так вот. Все, работы уже идут, печка кипит. Здравствуйте. Чем кормить будете сегодня людей? Ну, конечно, будем кормить, да. Всех будем кормить. Гречка? Гречка с тушенкой. Гречка с тушенкой. Да, да. Сейчас детишки будут надрывать пузы, поглощать все это. Спасибо. Пожалуйста. Будет как готово, приходите, мы вас будем кормить. Хорошо, благодарю вас. Спасибо. Ну, вот вкратце такой вот у нас сегодня прекрасный день, такой праздник. Вайнторг мы, наверное, не будем разглядывать. Всех с наступающим Днем Победы. Он пошел разговаривать, договариваться с девушкой. Пока. Продолжение следует...